В Новочебоксарской спортшколе номер 3 проходят всероссийские соревнования по настольному теннису ТОП-24 среди мини-кадетов. 24 сильнейших спортсмена 10-11 лет из всех уголков России приехали в Чувашию, чтобы вновь сыграть в любимую игру, ну и конечно победить. Играть в настольный теннис ребята будут 4 дня, отдельно девочки и мальчики. А в последний день соревнований за призовые места поборются и в парных играх. Чувашию представляют 8 спортсменов. Сюда реально приехали самые сильные ребята, будущие кандидаты в сборную страны. И хочется даже сказать, что будущие призеры первенства Европы, мира и так далее. Ребята сюда отбирались не один год. То есть отбирались сюда ребята по российскому рейтингу, который нарабатывается годами. Борис занимается настольным теннисом 7 лет. Он первый раз участвует в соревнованиях российского уровня. На этих соревнованиях он сыграл пока только один раз и выиграл со счетом 3-1. Мой папа сам когда-то ходил в настольный теннис. Ну и один раз он мне показал кассету, как играли. И там было очень много моментов, очень интересно, когда перекрутка была. И мне понравилась, во-первых, какая физическая подготовка у спортсменов. И во-вторых, какая у них реакция и другие способности. Я бы хотел попасть в топ-2, чтобы поехали на чемпионат Европы за мини-кадетов. Катя уже успела стать чемпионкой России в смешанной паре. И чемпионкой Европы в личном разряде. На этих соревнованиях позади уже три игры. И девочка снова побеждает. Вся семья у нас очень любит этот вид спорта. Он вообще такой интересный. И для него очень интересно. Нужно развивать, мозги развиваются, потому что надо думать быстрее. Круговая система игр – самая точная для определения потенциала участников. Победитель выявляется по наибольшему числу побед. Имена сильнейших будут известны в субботу. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.